По фигурному катанию. Время квалификации тренировок подходит к концу и уже в среду спортивные танцевальные дуэты представят свои короткие программы. Прямые трансляции вашему вниманию предложат наш телеканал. Пока же мы предлагаем репортаж нашего спецскоровницы Натальи Кларк. Она присмотрелась к главным российским надеждам в этих видах. Здесь даже на тренировочном катке собирается аншлаг. В это время на главном льду идет квалификация одиночников. За окном яркое солнце, а на льду яркое событие. Еще бы, ведь не каждый день в Ниццу приезжают сильнейшие фигуристы планеты. Этот чемпионат мира, который состоится в Ницце, в большей части будет, конечно, приковано зрителей. Внимание это в парном катании и в одиночном катании среди мужчин. Но если мужчины начнут свои соревнования только в четверг, то пары начнут свои прокаты уже в среду. Представя публике короткие программы. Тренер действующих чемпионов Европы и кажется самой перспективной на данный момент отечественной пары, как обычно, сдержана в своих предчувствиях. Максим Траньков и Татьяна Волосожар готовятся составить конкуренцию немцам и китайцам. Будет непросто. В общем-то, есть какие-то вещи, которые мы выучили, стали делать более надежно. То есть, в принципе, особо ребята на таком уровне уже ничего нового не пытаются делать. Они просто совершенствуются и, в общем-то, добиваются чистоты в катании, в исполнении. А это другая российская пара, о перспективе которой говорят уже давно и часто. Новый образ Александра Сумирнова не на шутку интригует. Бородка ему к лицу. Осталось очаровать судей и оставить позади всех соперников. После больничного перерыва это будет тоже непросто. Снега нет, поэтому нет ощущения вот этого холода. Уже пропало ощущение зимы. Думаешь, можно расслабиться. Это, наверное, даже способствует вот такому хорошему настроению тренерского состава. Ну и, наверное, у ребят тоже. Сейчас в Ницце весна, если не лето. Плюс 20, яркое солнце и по беззаботным лицам прохожих бегает светлая тень отпуска или каникул. И хорошего настроения. Бонжур, вуаля, сельвупле. То и дело слышно от французов, принимающих чемпионат мира. Спустя 12 лет, а именно тогда в Ницце первый раз прошло мировое первенство по фигурному катанию, дворец выставок заметно преобразился. Ироматный маркетинг, сервис, все в самом лучшем виде. Осталось дождаться начала и увидеть большие очереди желающих стать свидетелями этого чемпионата мира. Французский вкус и желание все сделать красиво ощущается даже здесь, на входе. Вот ковровая дорожка, которая создает впечатление, будто идешь не на спортивное соревнование по фигурному катанию, а на некий кинофестиваль. Но раздают здесь совершенно не премии, а самые настоящие медали чемпионата мира. И кто с какой уедет, очень интересно. Наталья Кларк, Михаил Жирков, Фестиспорт, Ницца, Франция. Это была только первая часть.